Всем привет! С вами Вадим Хаус, и сейчас я расскажу вам о самой интересной карточной игре из тех, что можно поиграть в браузере. Она называется Urban Revals, и я не раз уже гонял в неё на стримах, даже сражался со зрителями, а сейчас хочу освежить у вас воспоминания об этой игре, ну и рассказать о ней тем, кто в неё ещё ни разу не гонял. Она на логику, на знание психологии, ну и немножечко зависит от удачи. Сразу скажу про донат, он здесь есть, но за донат нельзя сделать ничего такого, прям сверх супер, что приведёт вас к победе, что нельзя сделать за обычные монеты, за обычную игровую валюту, которая называется здесь Клинц. В чём плюс, конечно, доната, вы собираете здесь колоду, её вполне реально собрать колоду, которая вам нравится за игровую валюту, но потом вдруг вам захотелось полностью обновить всю колоду. Копить на это будет довольно долго, в таких случаях придётся задонатить там порядка 300, например, рублей, если вот вы играли, 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 а потом захотели всё поменять. Но это всё равно, что похожая в лоле ситуация, вы играли, 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 скупали себе адекерри, а потом вдруг решили играть за АП керри. Ну а если вы играете долго в лоле, так же как и в Urban Revals, то у вас просто скапливаются все практически персонажи из интересных вам. То есть, ну, в этом плане очень похожая ситуация. У вас есть колода, туда вы добавляете до 8 персонажей, точнее, от 8 и больше, а в битву вам попадается 4 каких-то персонажа. Давайте я расскажу о каждом из них. Они все здесь довольно колоритные, есть какой-то Хеймердингер, есть плод грешной любви Мунда и Гангпланка. Ну, разные здесь есть персонажи, все они довольно колоритные, это какой-то на таракана похож. Есть женщина с глобусами под кофточкой, местный аналог Блитскранка, который называется Кубик. У всех есть имена, все довольно интересно прорисованы. Что есть на картах? У каждой карты есть принадлежность к какому-то классу. Вот, это, он обозначается здесь. То есть, вот у нас класс такой и так далее. Потом, ну, рисунок персонажа, имя, это не важно, в принципе, количество, ну, его стоимость, это тоже не важно. Вот это вот звездочки, обозначающие силу карты, фактически. Чем больше звездочек, тем карта сильнее. Каждой карточке количество максимальных звездочек ограничено от двух до пяти. То есть, изначально вы покупаете карту или вам она дается, а у нее одна звездочка. И вы ее прокачиваете. Чем выше, тем лучше. Ну, есть те карты, которые ограничены, например, двумя звездочками. Ну, и зачем вообще все эти звездочки? Есть, например, здесь также игра на Элла, так же, как и в Лоле. И, чтобы играть на Элла, у вас максимальное количество звездочек, точнее, суммарное количество звездочек не должно быть выше двадцати пяти. То есть, восемь карт и в сумме двадцать пять звездочек должно быть. Поэтому вы не можете запихнуть себе кучу силачей с пятью звездами. Ну, у вас тогда будет восемь персонажей по пять звезд, это целых сорок. У вас это не получится, к сожалению. Поэтому придется всяких вот таких парней добавлять с двумя звездами. Вот, что еще есть? Есть сила у карты, есть урон. У вас есть в игре... Ну, я покажу вам матч, в принципе, это потом, ладно. У вас, кроме того, есть умение и бонус у каждой карты. Бонус проявляется, когда у вас в битве... Ну, я уже, как вам сказал, вам дается четыре карты. Бонус проявляется тогда, когда у вас в битве хотя бы две карты одинакового класса есть. Тогда у них бонус проявляется. Ну, а умение проявляется, когда ваша карта прокачана. Ну, у меня здесь уже все карты прокачаны. Мне дали очень хороший аккаунт, за что большое спасибо человеку, который это сделал. Но, к сожалению, он мне передал аккаунт сильный, но не передал скилл по Urban Revals. Поэтому играю я в нее посредственно. И сейчас вам, в принципе, покажу партию. Как это делается? Ищем поиск. Сейчас нам кого-то найдет. Парня из Испании, тоже высокого уровня. Какую я выбрал колоду? У меня колода летучих мышей. У них бонус это блок вражеского бонуса. То есть они универсальны. Вот у этих парней, например, при победе им дается две жизни. Их бонус такой. У кого-то еще какой-то. А я блокирую все бонусы своей колодой. И тем самым мне не надо заморачиваться. То есть колода более универсальна. Конечно, у нее нет особых сильных преимуществ. Но зато она универсальна. И я хожу. У меня есть пилюли. Их 13 штук. Количество пилюли умножается на силу персонажа. Получается его атака. То есть я могу сразу вложить все 13, что довольно нерационально. Ну и все в этом роде. То есть сейчас мне надо сходить. Неприятно. У меня довольно сильная колода попалась. Но неприятно, что я первый хожу. Надо что-то сделать сильное. Можно слить раунд этой женщиной, например. То есть ну что такое слив раунд? Да я вкладываю в нее всего лишь одну пилюлю. И в итоге... Правда, блин. У него неплохие карты, конечно. Яд минус один. Я вкладываю в нее всего лишь одну пилюлю. Но зато я очень много экономлю. Вероятность выиграть этот раунд у меня нулевая. Но зато если он вложит там что-то сильное, то в итоге он потеряет большое количество пилюли. И я вот этого пацана заюзаю. Этот пацан... У него яд. Яд сносит хп у врага каждый ход. Здесь на самом деле вы можете прочитать про любое умение. Кликаете на карту, кликаете... И... Ну, наводите, точнее кликаете. И здесь все понятно. То есть сила 7, урон 5. Побеждает в раунде герой соперника. В конце каждого последующего раунда теряет 2 жизни. Вот. Он, к счастью, убирает этого пацана, который нанесет мне 2 урона. И вложил довольно много пилюль. Бонус я ему заблокировал. Он мне снесет 2 хп и восстановит себе 2 хп. Здесь количество хп может увеличиваться. То есть даже максимум у него был 14, но все равно будет 16. Теперь его ход. Если он использует какую-то слабую карту, то у меня есть два варианта. Либо вот этот парень, если он побеждает, я его отравляю. Либо вот этот парень. У него умение месть. Месть означает, что если я проиграл прошлый раунд, то эта карта сильнее становится. В данном случае плюс 4 жизни снимает врагу. То есть у него урон 4, плюс 4 жизни еще он снимает. Парню надо крепко подумать, ну и мне тоже надо крепко подумать, чтобы не зафейлить. У него есть вот эта карта, которую пробить очень сложно. Поддержка плюс 1 сила. Она означает, что за каждого героя этого же класса, поддержка означает, то есть вот у него все этого класса, он получает одну силу. То есть в сумме будет сила 10, что в принципе очень жестко. Но зато у меня есть карта с блоком умения. Так, урон минус 3. Он решил своеобразный слив сделать. Ну и мне надо сейчас его отравить, постараться. Понять примерно сколько он вложил. Ну обычно вкладывают максимум. Ну если вкладывают, то ну где-то 5. Где-то 5 вкладывают. Но я возьму, подстрахуюсь. То есть 5 на 7, у него максимум 35. Я возьму, у меня тоже сила 7. Я возьму 7 вложу. И я думаю, что я выиграю. Посмотрим сейчас. Ну то есть, скорее всего он тоже сделал слив, но я не могу, к сожалению, рисковать. Мне очень надо пробить его этой картой. Он да, он тоже сделал слив. Я очень много переборщил, но зато я снесу ему 2 хп, во-первых. А во-вторых, еще и ядом снесу 2 хп. И так будет в каждом раунде. А нет, ну точнее со следующего раунда. То есть еще 4 хп я ему снесу. Теперь снова мой выбор. Я выиграл прошлый раунд. И теперь все фигово на самом деле. То есть я могу выбрать этого пацана. Сделать слив. Например. Хп у меня на перспективу будет больше. То есть мне надо 1 раунд выиграть, 1 проиграть. Тогда все будет ок. Любой из карт, причем выиграть или проиграть. То есть я могу взять, вложиться этой картой, все вложить. Вот. Смотрите, какой картой мне в теории выгоднее, мой противник что думает, какой картой мне в теории выгоднее всего выиграть? Естественно вот этой вот. После проигранного раунда. То есть логично было бы с моей стороны взять этого пацана, проиграть раунд, а потом вот этим пацаном выиграть. Но я не буду так делать, потому что все равно на перспективу у меня больше хп, я вложу все вот в этого. Взял и вложил все. То есть он что сейчас может сделать? Он тоже может выбрать этого или этого пацана, вложить в них все и меня пробить. Но скорее всего мне кажется он не будет, этот вот педромен, он не будет все вкладывать. Ну сейчас мы это в принципе увидим. Обычно еще какая логика? Если я сейчас все вложил, слишком много вложил, то в следующий раз я попытаюсь сэкономить эти пилюльки. Ну посмотрим сейчас. Все зависит от моего оппонента. Где-то там в Испании парень во время как раз наверное сиесты после обеденного знаменитого отдыха испанского решил сыграть партеечку в Urban Revals. И сейчас попивая молодое испанское вино он думает, сколько пилюль ему вложить в быка или в голого пацана. Он выбирает голого пацана и вкладывает в него мало пилюль, а точнее 4. И я побеждаю в этом раунде и сношу ему целых 6 хп, а потом еще я дам 2 хп. Опа. И все, у противника остается 6 жизней. Сейчас он меня конечно выиграет. Конечно же выиграет, то есть тут без вопросов, потому что у него осталось 6 пилюль, у меня одна. И снесет мне 5 хп. Ну точнее 7. Здесь можно 3 пилюли вкладывать для того, чтобы нанести еще на 2 атаки больше. То есть у меня остается 5 хп, но не забываем про отравителя, который сносит ему 2 жизни. У врага остается 4 жизни и я побеждаю в этом раунде. Вот так вот испанец повержен. Играйте в Urban Rebels. Здесь в начале будут довольно слабые соперники. Если вы познаете то, что я вам рассказал, сейчас поймете все это, то вам будет выиграть довольно легко. Это Элла, это уже всякие рейтинговые матчи. То есть здесь надо думать, запариваться и так далее. А в начале все значительно попроще. Поэтому, что я могу сказать. Играйте в Urban Rebels, если у вас... Ну главное, что видите, плюс здесь партии довольно короткие. В начале вам предложат колоды. Есть колода со значком R. Давайте я покажу вам. Вот, есть значок R. Ну точнее кристаллик, смешанный со значком R. Ну кристаллик скорее. У них бонус такой, плюс 3 атака. Поддержка плюс 3 атака. То есть если у вас за каждого чувака с таким кристалликом, у вас будет плюс 3 атаки. Всего плюс 12 может быть. То есть у вас 4 карты в бою. Даже если карта убита или сыграна, неважно. Она все равно дает бонус. То есть каждый раз у вас будет плюс 12 атаки. И там, по-моему, в начале еще можно выбрать пиратов. Если не ошибаюсь. Не помню, давно я начинал в нее играть. Если можно выбрать... А где пираты-то? У меня здесь вообще, походу, нет пиратов в этой колоде. Ну там пиратский флаг, короче, вы поймете. У пиратов тоже блок бонуса, как и у летучих мышей. Вот. Сами выбирайте. То есть вначале, естественно, проще играть с этими пацанами плюс 12. Потому что если у врага блок бонуса, вы в равных условиях. А если у врага какой-нибудь другой бонус, то, скорее всего, будете в плюсе. Потому что просто плюс 12 атаки это очень мощно. Например, вы хотите сделать слив раунда. У вас 5 атаки, вы вкладываете одну пилюлю, еще плюс 12 получаете. У вас 22 атаки. И противнику, чтобы со своей 5 атаки что-то как-то вас пробить, надо вложить целых 5 пилюль. А вам одну. Неплохо, да? Ну, не 22, точнее, я считать не умею. 17 у вас будет. И противнику надо вложить 4, чтобы победить. Но все равно... Все равно это неплохое преимущество. Так что тащите. Ссылка на Urban Reels будет под видео. Возможно, когда-нибудь встретимся с вами здесь, в этой игре. И, а, забыл сказать, что конкурс, конкурс будет. Конкурс в этом видео. Я давно хотел уже, наконец, подвести итоги прошлого конкурса и начать следующий. Сейчас я этим займусь. Встрою награждение победителей. Прошлого. Вот здесь, смотрите, чувак на блюде свою голову держит. Неплохо. Вот. Как вы знаете, я в своих видео периодически провожу конкурсы. В этом видео он также будет. Для участия вам надо будет зарепостить себе на стенку сообщение. Ссылка на него будет под видео и на GameZay, и на YouTube будет ссылочка на это сообщение. И, к тому же, вам надо будет подписаться на канал на YouTube. На него ссылочка тоже будет под видео. То есть, ну, давайте я приведу пример прошлого видео с конкурсом. Вот он, прошлый конкурс. В этот раз будет так же. То есть, вам надо будет подписаться на канал. Вот ссылочка прям оп. Здесь уже сразу ссылка на подписку. Ну, я сам на свой канал подписаться не могу, конечно же. И сообщение на стене. Вот будет такое же объявление. Мне надо будет нажать «Мне нравится», рассказать друзьям. Либо, если вы как-то отсюда выйдете и уже в группе найдете это сообщение, то вам надо будет нажать на колонку. Ну, это я просто у рандомного сообщения тыкаю. Естественно, здесь будет вот сообщение именно об этом конкурсе. Я, когда загружу видео на GameZ, напишу сообщение у нас в группе. Возможно, для того, чтобы зарепостить сообщение, у некоторых почему-то не получается. Я так и не разобрался. Почему? Ну, некоторым, короче, надо вступить в группу для репоста. Если у вас не получается, вступите в группу. Хотя, я прекрасно репостящу сообщение отсюда, не вступая в группу. То есть, ну, это у кого как получается, не знаю. То ли глюки контакта, то ли глюки людей. Вот. То ли какая-то особенность. Ну, и давайте определим одного из прошлых конкурсантов. Стало участвовать значительно меньше людей. И, кстати, приз 839 рпшек. Стало участвовать что-то значительно меньше людей. И шанс выиграть намного больше. Давайте напишем. Генератор случайных чисел. Генератор случайных чисел. Так. Блин. Что за фигня? Пунктусвитчер решил, что он умнее... Блин. Пунктусвитчер решил, что он умнее всех, как обычно. Так. Ну и давайте. Сколько всего страниц с пользователями у нас, зарепостивших прошлое сообщение? 9 страниц. Число от 1 до 9 генерируем. Опа. Четвертая страница нам нужна. Четвертая страница. Вот она, четвертая страница. Блин, спам всякий приходит. И от 1 до 50 число это участник на этой странице, который получит РПшки в этот раз. Ну и если вы не получите в этот раз, то вот участвуйте в следующем, которым я сейчас вам только что рассказал. Так. 46-й участник. Давайте посмотрим, кто это. 50, 49, 48, 47, 46. Илья Егоров получит РПшки. Мне казалось, что такой человек уже вообще выиграл, но это, наверное, нереально. Добавить, друзья. Че-то... Ну, наверное, нереально, чтобы два раза один и тот же человек попал. По-моему, не выигрывал он. Не знаю. Ладно, посмотрим по истории переписки. Ну-ка. А, можно ему не добавляю? Сейчас посмотрим. Если я ему писал сообщение. Да, ему нельзя написать сообщение, не добавив его в друзья. Ну что ж, Илья Егоров, добавь себя ко мне в друзья. Этот человек не побеждал. Просто у нас с мультяшной аватаркой еще один чел побеждал. Я думал, вдруг это он. Так. Ну что ж, друзья. Так что участвуйте в следующем конкурсе. Это очень просто. Вам надо потратить 3 секунды. И так же, как Илья Егоров, иметь шанс выиграть РПшки. Всем счастливо. А я в ближайшее время возьмусь за интересный ролик по Лиге Легенд уже на этот раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин